всем привет это видео посвящено ответам на ваши вопросы вопросы те которые вы периодически задаете мне под видео и те вопросы которые вы задали мне под сообщением на канале youtube после моей просьбы вопросы разноплановые у меня их целых 12 и есть еще 13 вопрос который вы обязательно задаете под видео что же у меня на губах я сейчас вам отвечу на этот вопрос самом начале видео на мне сейчас помада рината оттенок 40 172 у меня он в пробничке захотелось мне немножко поярче сделать это видео в светлый фон светлая одежда кстати это та же самая кофта в которой я была в первом своем видео где рассказывала о себе кому интересно я оставлю либо в конце видео ссылку либо ссылку под этим видео сможете зайти посмотреть там тоже есть некоторые ну мне кажется интересные моменты чтобы не повторяться я просто сейчас выложу и возможно вы что-то новое обо мне узнаете я переписала все вопросы на листок буду их читать и сразу отвечать если у меня основная работа и просьба записать какой-то влог семьей до основная работа у меня есть я работаю с 8 и до половины пятого я работаю в компании в частной фирме и моя задача это подготовка от документов от грузок по тендерным поставкам то есть у меня есть коллега который делает всю документацию участвует в тендере выигрывает а моя часть уже этот тендер полностью отгрузить отработать вот это вот в чем заключается моя работа насчет влога с семьей я пока не готова это сделать я не знаю я вот честно говоря пока еще не дошла до этого не чувствую необходимости показывать себя семьей и это плавно перетекает сейчас в вопрос о том вам буду ли я отступать от темы канала именно от темы faberlic просите спрашивайте буду ли я раскрывать другие темы вот это большой вопрос для меня поскольку я пыталась иногда вставить видео про фикс прайс еще про что-то тут же звучали возмущенные комментарии о том что я хочу смотреть faberlic а вы мне показываете фикс прайс здесь неоднозначные да у меня отношения то есть я всегда когда перескакиваю на другую тему не faberlic я подписываю что это не faberlic то есть фикс прайс можно конечно спокойно это пропустить и не смотреть но почему-то это людей раздражает с другой стороны когда люди смотрят только про faberlic возможно это надоедает я просто даже иногда вижу что одно и то же видео с одной и той же тематикой набирает разное количество просмотров потому что но я думаю надоедает и мое внутреннее ощущение что разнообразие чем-то нужно но чем я пока не знаю я не хочу полностью соскакивать с темы показывать вам как бывает там до блогеры показывают как они сходили в магазин как они погуляли там не знаю как они с детьми куда-то сходили я пока до этого не дошла это нужно прям захотеть сделать это нужно знать как сделать я не знаю пока не готова вот это все показывать хотя вот такие вот болтологические видео я делать могу главное мне задать тему потому что выдумывать какие-то темы которые может быть только мне интересны мне кажется неправильно если вы захотите что-то от меня услышать обсудить что-то давайте пожалуйста предлагайте мы будем с вами обсуждать вопрос о том где я живу я то показываюсь вам на природе то на балконе то многоэтажки видео разглядели я живу в обычной панельной десятиэтажки в городе челябинске а на природу я выезжаю это частный дом моих родителей я там бываю очень часто ну не каждый день но два-три раза в неделю точно бываю поэтому мне конечно же есть возможность снимать и на территории дома у мамы и на площадке вот кстати хотела у меня есть такая задумка снять полностью территорию маминого сада очень красиво у нее там не растет ни картошка не морковка все в цветах все в зелени в буйной но сейчас еще не то время нужно чуть-чуть подождать хотя бы хоть что-то расцветет потому что деревья очень красиво цвели они опали цветы еще не расцвели у нас очень холодно мы просто даже даже тюльпаны которые должны уже цвести они выросли вот такими зацвели какими-то крошечными цветочками в общем у нас какой-то сбой природный и пока сад не в том самом идеальном красивом состоянии как он обычно у нее бывает я обязательно сниму это видео покажу я его даже хочу снять не для того чтобы вы посмотрели или привлечь ваше внимание а просто для того чтобы это было я и выложу и спустя какие-то годы да мы будем возвращаться смотреть и получать удовольствие следующий вопрос гимнастика для лица делали или делаю ли я гимнастику для лица как нам допустим показывала валерия профатыла честно вам скажу нет я не делаю я во-первых ленивая я очень ленивая я люблю чтобы что-то за меня работало например я вместо того чтобы делать гимнастику для лица я лучше бьюти лапу нанесу сюда у меня морщиночки все распрямятся и я буду себя вот так прекрасно чувствовать поэтому не знаю не это в корне неправильно я понимаю что мне уже 41 и надо бы заниматься лицом может где-то что-то надо уколоть но на данный момент я еще никогда себе не делала никаких уколов в лицо я не делаю гимнастику я пользуюсь только косметической продукции компании faberlic вопрос буду ли я когда-либо тестировать корейскую косметику возможно когда придет это время я буду я не хочу инициировать сама покупку корейской косметики только лишь потому что я на данный момент полностью довольна своим уходом я по своей инициативе готова поменять уход если мне что-то не подходит но если мне предложит допустим какая-то корейская компания пришлет мне средства на обзор я конечно с удовольствием их протестирую расскажу вам и возможно что-то буду использовать поскольку не бывает так чтобы одна марка полностью тебя обеспечивала всем что тебе нравится всегда присутствуют товары из каких-то других брендов и это я считаю абсолютно нормальным поэтому на данный момент сама покупать корейскую косметику я не буду если кто-то предложит обязательно возьму на тестирование вам расскажу кстати у меня уже есть маска на лицо корейская мне ее подарила подруга сказала я заказала где-то там марина попробуй лежит она у меня уже ну месяц точно никак не доходят руки и и когда я иду делать маску я всегда вспоминаю про свои любимые маски про нее забываю и мне уже даже стыдно она мне давно подарила ждет отзыв обязательно надо будет мне ее сделать дальше следующий вопрос ароматизирование белья с помощью мылодав девочки но это очень просто мылодав оно просто настолько ароматизировано настолько сильно ароматизировано что достаточно двух трех кусочков купить положить их в белье просто между какими-то пододеяльниками еще полотенчиками проложить и вы почувствуете этот аромат причем он будет сохраняться у вас несколько лет лет у меня от просто было два или три куска мылодав которые я купила не знаю когда потом при переезде я их достала и мы начали им пользоваться ну просто я подумала сколько же могут они у меня лежать они лежат и пахнут поэтому восхищаться мылом дав как мылом я не могу оно мне не подходит но его ароматами я реально восхищаюсь их стойкостью и с удовольствием у меня в данный момент несколько кусочков так и лежит в белье уже правда свежих питание как я питаюсь как поддерживаю себя в форме спорт применяю либады питание у меня самое обычное питание вот я не у меня нет такого что я чего-то не ем есть как у любого человека нормального да есть свои какие-то любимые продукты есть нелюбимые продукты ну что я я конечно стараюсь питаться по сезону то есть если сейчас уже продаются вкусные огурцы вкусные помидоры конечно я предпочитаю делать какие-то салат например из них но опять же тут быстро как-то именно и даешься сначала очень хочется потом нет не сказать что я не ем жареного я ем вообще все я вообще все ядная очень люблю супы но опять же я не какой-то там гурман у меня нет особого разнообразия то есть это щи борщ куриная лапша не знаю там солянка рассольник что-то вот такие типичные какие-то рецепты ничего сверхъестественного никаких иностранных названий все очень достаточно просто вот тут же даже писали не могу ли я приготовить еду например пельмешки от маришки девочки точно нет пельмешки от маришки мы никогда не увидим потому что я не люблю готовить мне проще купить ну и вообще приготовление еды для меня это не какое-то там блаженство или особо удовольствие это не жизненная необходимость и когда я готовлю ничего в этом процессе нет такого увлекательного удивительного и я не даже не представляю как бы я сделала какое-то постановочное видео где я бы все красиво разложила красиво порезала не знаю может быть когда-нибудь я к этому приду но на данный момент не знаю могу показать как я делаю яичницу больше ничего ну правда девчонки вот этот вопрос тоже вот эти так называемые влоги да какие-то моменты из жизни это вот все к той теме пока никак у меня не не реализуется в моей голове как я должна это сделать кого я должна к этому привлечь как все это обставить поэтому пока пока нет а как я держу себя в форме да я не держу себя в ней я просто просто живу и все я не занимаюсь спортом я занимаюсь спортом моего ребенка то есть я полностью погружена в ее спортивные достижения спортивные успехи я все что касается плавания она занимается именно плаванием начинаю изучать какие-то моменты но сама не хожу в бассейн и я не то чтобы я не умею плавать я в 16 лет просто пыталась переплыть реку и был такой случай что я чуть не утонула меня за волосы просто вытащили из воды с тех пор у меня присутствует какая-то боязнь воды и когда я приезжаю на море я захожу ровно на глубину где достаю дно ногами если они достаю все начинается паника поэтому вот такое у меня отношение к плаванию именно со стороны вообще другим спортом я никогда не занималась в школе там какой-то баскетбол у нас был на лыжах с горки катались но это были не горные лыжи это были именно катания с гор каких-то там поэтому так у меня никакого нет стремления заниматься каким-либо спортом я очень ленивая вот я прям ленивая ленивая что касается себя поддержание своей формы я никак не могу себя сподвигнуть вообще ни на что поэтому форма если вы имеете в виду как я поддерживаю вес он у меня плавает я поддерживаю вес только тем что я закрываю рот никогда не придерживаюсь никаких диет не пью никаких специальных препаратов для того чтобы снизить аппетит похудеть я снижаю аппетит обычным натуральным кофе я худею только за счет того что я не переедаю что мои порции вместо огромных становятся ну не микроскопическими но нормальными для того чтобы наесться за один прием пищи я начинаю питаться дробно начинаю питаться часто пью очень много воды поскольку организм взрослых он бывает путает и не та информация доходит до мозга когда он хочет пить он вдруг отправляет информацию в мозг о том что он хочет есть и здесь главное попить воды и понять вот ты воды попил все это больше не хочешь есть если больше не хочешь значит ты реально хотел пить это была просто жажда ну вот так у взрослых устроен организм ну либо ты постоянно себя спрашиваешь ты хочешь есть ты хочешь есть головой или желудком и чаще на этот вопрос я отвечаю себе что я хочу есть головой просто потому что я вижу что-то вкусное поэтому худеть именно когда ты осознаешь что ты хочешь есть и что тебе на самом деле для поддержания жизненных сил и энергии нужно не две тарелки там пельменей да а всего лишь в семь восемь штук все у тебя организм потом просто перестраивается и ты в какой-то момент понимаешь что не можешь съесть больше и начинает потихоньку уходить вес это не страшные килограммы за месяц это может быть за месяц два килограмма а может быть и меньше но по крайней мере это без стресса для организма это без стресса лично для меня я могу скушать и торт просто это не два куска как я люблю с чаем да а половиночка одного куска то есть я получила вкуснятку я ее приняла поела и у меня нет никакого стресса что я себе в чем-то отказываю вот именно так я поддерживаю вес следующий вопрос видео об одежде фавориты и то что мне не нравится но это тоже вопрос очень спорный когда я примеряю одежду и мне не нравится и практически все сдаю мне пишут зачем ты берешь одежду если она тебе не нравится вот ты такая вся сякая всякое бывает да я конечно есть вещи которые я оставляю я вам их покажу может быть в каком-то отдельном обзоре но не в рамках этого видео я ношу вещи от faberlic дети у меня носят вещи от faberlic детская одежда очень хорошего качества я и очень довольна ну а в женской одежде меня больше раздражают ткани из которых она сшита ну и модели я честно говоря сменила бы полностью команду дизайнерскую которая придумывает вот это все все что мы видим в каталогах ну это на мой вкус если кому-то нравится извините пожалуйста что я сейчас может быть вас чем-то обидела но на вкус и цвет товарищей нет поэтому я если что-то и покупаю это что-то нейтральное и если мне не нравится но извините я не могу говорить что мне не нравится что мне нравится а потом это не носить вы же все равно не спросите да то есть когда ты полупублично до живешь уже если я купила себе блузку нахвалила а потом себя ее собрала бы с бегом бегом сдала вы все равно потом поймете что я ее не ношу для кого это сделал кого я обманула не знаю поэтому видео об одежде периодически будет но оно будет именно тогда когда я захочу что-то купить я не буду специально брать одежду я никогда так не делала чтобы специально взять специальные и извините там а потом сдать я так никогда не делал я всегда искренне делала заказ пыталась что-то себе оставить если не получалось ну вот так значит сложилось дальше как появилась идея выйти на youtube направление развития и есть ли устав от этого и если не фаберлик то что идея выйти на youtube у меня появилась после того как я в рамках фаберлик прошла обучение фаберлик онлайн там было очень много вариантов как продвигать себя в сети и я не знаю почему но мне больше подошел youtube я не хотела никакие спамовые сообщения рассылать не в вк не в одноклассниках не еще там где-то хотя нам очень подробно рассказывали как там что это делается как там людей привлекать мне этот вариант не подошел поэтому я вышла на youtube никакой усталости у меня нет меня наоборот я когда иногда сниму видео я читаю ваши комментарии у меня прям заряд энергии какой-то появляется я понимаю что что-то я делаю правильно людям нравится и пока усталости нет никакой если не фаберлик то что да все что угодно у меня сейчас фаберлик это не свет в окошке это то что помогает мне в жизни помогает мне в быту в доме я очень рада что я попала именно вот в эту компанию ни в какую другую потому что здесь можно вообще все что угодно купить ну просто все что угодно и благодаря этому я еще и какие-то подарки получаю и пытаюсь развивать там свою структуру в общем я пока никуда от фаберлик не собираюсь но если это будет не фаберлик это вообще я не знаю это наверное никакая сетевая компания больше не будет ну а с фаберлик я не собираюсь прощаться у меня то спады то подъемы в этом вопросе ну как как в принципе и везде в жизни поэтому не отчаиваюсь просто потихонечку иду маленькими шажочками продвигаясь вперед заработок с канала если он у меня девочки но у меня он это даже нельзя назвать заработком это какие-то копеечки которые поступают на счет которые ты можешь снять там раз в два три месяца потому что есть минимальная сумма которую ты можешь с канала получить это такие небольшие крохи которые даже нельзя назвать заработком да те блогеры у которых там больше ста тысяч подписчиков наверное у них есть что-то но я не пользуюсь никакими дополнительными возможностями там еще чем-то у меня все идет как идет поэтому ну это точно не заработок жизненные темы влоги буду ли делать и но если будут запросы буду но пока даже еди нет девчонки раз показывать как мои дети качаются на качелях или как мы пошли за продуктами не знаю мне кажется это должно быть должна быть немножко другая тема канала ну я уже да вернусь опять к этому вопросу может быть когда-то и сниму посмотрим как вам это понравится смотреть или нет как мне понравится это снимать поэтому пока отложим серия гардерика ни разу не видели пользуюсь или нет но то что вы ни разу не видели наверное просто вы недавно меня смотрите и вообще серии гардерика я пользовалась абсолютно всем что там было и даже тем чего сейчас уже нет в каталоге и на данный момент у меня есть ночной крем гардерика который у меня стоит в косметичке которым я пользовалась и если посмотреть наверно март и скорее всего апрель и только в мае я достала круговую пластику а до этого у меня был именно этот крем ночной гардерика сейчас у меня в использовании крем вокруг глаз я очень люблю эту серию мне очень нравится отдушка и я пользуюсь серии риноваш несмотря на то что она мне вроде как не по возрасту но мне нравится ее консистенция мне нравится аромат я с удовольствием пользуюсь гардерику рекомендую мне нравится что там есть и для жирной и комбинированной Комбинированной кожи и есть для очень сухой. Я покупаю для очень сухой кожи, для сухой, очень сухой. Мне она прям очень-очень подходит. Дальше. Вопрос был по соцсетям, по дружбе в соцсетях, как я отвечаю на вопросы. Значит, это, я думаю, связано с последними моими действиями в сети ВКонтакте. Когда я определенное время, очень долгое время добавляла всех людей по их запросам к себе в друзья. В какой-то момент я поняла, что все, я больше так не могу, потому что я открываю ленту новостную. А там, ну, девчонки, я буду говорить честно, незнакомые мне люди на каких-то там мероприятиях, праздниках или просто выкладывают какие-то фотографии. И за фотографиями этих людей я не вижу то, на что я лично подписалась, да, мои подписки, мои, как поживают мои друзья, которых я знаю лично. И для того, чтобы мне видеть то, что мне нужно видеть, да, то, что я хочу там видеть, я просто этих людей оставила в подписчиках. Я их не блокировала, я не удаляла, но я немножко сузила список моих друзей. Я оставила там действительно только тех, кого я знаю лично и моих консультантов. Тех консультантов, которые в данный момент подписались в мою группу и вместе со мной делают заказы в Фаберлик. Вот их я оставила. Это совершенно не значит, что я с вами раздружила, если я вас отправила в подписчики. Вы точно так же видите мои новости, вы точно так же можете писать мне сообщения, они у меня открыты абсолютно для всех. Единственное, что здесь поменялось, это то, что я не буду видеть ваши новости. Поэтому обижаться на это совершенно не стоит. Я это сделала для себя, это моя страница. Это мое личное пространство в соцсети. Я не ограничиваю вас в общении со мной. Мои сообщения открыты для всех. Но я сделала так, как комфортно мне. Поэтому вы, пожалуйста, не обижайтесь. Написала девушка, да, Мария, что я вдруг с ней раздружила. Я не раздружила, нет. Я просто немножко ограничила этот список. Если вы хотите быть именно в друзьях, и для вас это важно, хотя вообще слово друзья, оно подразумевает нечто большее, чем знакомство ВКонтакте, то вы можете зарегистрироваться в мою команду. И тогда я вас добавлю в друзья для того, чтобы не было ограничений по количеству сообщений в сутки. Это единственное преимущество, которое есть у друзей по отношению к подписчикам. Я не считаю это каким-то актом против того, что я вас всех там поудаляла из друзей, что мне неинтересно с вами общаться. Но, опять же, здесь тоже есть определенные ограничения. Мое время не резиновое. У меня есть основное место работы. У меня есть мои дети, есть семья. У меня есть квартира, за которой нужно ухаживать. И очень часто стала получать сообщения такие, которые, ну вот просто либо поболтать не с кем, либо люди спрашивают, а подберите мне какой-нибудь крем. И я просто вижу, что этот человек не из моей команды. И я, извините, просто не могу тратить время на ответ именно по таким сообщениям. Да, я, бывает, когда у меня есть время, я отвечаю. Но если я не отвечаю, то же на меня обижаться не нужно. У меня в приоритете ответы на вопросы моей команды. Это больше ста человек. Почему я не говорю точную цифру? Потому что она меняется из каталога в каталог. Кто-то уходит. Чей-то номер удаляется, чей-то номер добавляется. Цифра плавающая. Но это стабильно больше сотни. И они, конечно, в приоритете. Если они меня спросят, какой мне подобрать крем, и спросит человек, у которого есть свой наставник, конечно, я в первую очередь отвечу своему человеку, поскольку меня одной не хватает на всех тех, кто задает мне вопросы ВКонтакте. Прошу на это не обижаться. Это тоже, я считаю, абсолютно нормальным. Если вы хотите работать именно со мной, никто не запрещает вам зарегистрироваться в мою команду и пользоваться таким же преимуществом, этой же самой привилегией. Ну, у меня еще есть страничка в Инстаграм. Я тоже вот хочу вас спросить. Она у меня, конечно, была создана как персональная личная страничка. И я туда выкладывала чисто свои какие-то фотографии, не связанные вообще с Фаберлик. Парочку раз пыталась выложить что-то там по акциям Фаберлик, но вижу совершенно другой отклик на эти фотографии. Я специально их выкладывала для того, чтобы понять, интересно это, неинтересно. И до сих пор не пойму, то ли мне переводить эту страничку на то, чтобы выкладывать туда какие-то текущие обзоры, там, мини-какие-то истории или еще что-то. То ли оставить ее в том формате, как она есть. И пусть она будет совершенно никак не связана с Фаберлик. Интересно это, неинтересно, оправданно, неоправданно, пока не знаю. Если вы что-то можете сказать по этому поводу, обязательно пишите в комментариях. Ну и хочу поблагодарить вас за те слова, которые вы мне написали вместо вопросов о том, что вам приятно слушать, вам приятно смотреть. Мне тоже очень приятно читать эти слова. Мне приятно читать ваше спасибо, вашей благодарности в ответ на мои видео. И я вас тоже очень благодарю за то, что не покидаете мой канал, за то, что смотрите, а просмотры, соответственно, выводят мои видео немножко на большую аудиторию. Спасибо тоже вам всем большое, что вы это делаете, остаетесь со мной. Ну и на этом все, вопросы все закончились. Я была снова рада видеть вас на моем канале. Проболтала целых 26, почти 27 минут. Надеюсь, вас не очень утомило. Ну, если вам нравится такой формат видео, продолжайте задавать вопросы под этим видео, под другими видео я их буду копить и снимать. Ну, на этом, наверное, все. Большое спасибо еще раз. С вами была Марина Соловьева. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok